В порту а-ля Штиль. И не только климатический. Грузопотоки на Каспии увеличиваются ежегодно, а порт работает не на полную мощность. Ещё в 2019 году об этом говорил президент на совещании в Ахтубинске по вопросам социально-экономического развития в регионе. Судя по всему, время для того, чтобы здесь появился мощный логистический комплекс, пришло. Уже названы конкретные суммы федеральных инвестиций. На реализацию проекта предусмотрено до 2023 года 2,7 миллиарда рублей и около 7,6 миллиардов рублей до 2023 года. Портовая особая экономическая зона. Именно так будет именоваться территория вблизи порта а-ля. Здесь будут созданы специальные условия для привлечения транспортных грузов и инвесторов. Действующим законодательством предусмотрено представление налоговых и таможенных преференций для резидентов, осуществляющих деятельность в портовой особой экономической зоне. Область в этой связи наряду с судостроением может получить ещё один важный вектор развития. Стать ключевым звеном в формировании транспортного коридора «Север-Юг», у которого уже есть преимущество перед другими путями. Подсчитано, что маршрут перевозки товаров из Индии через Суэцкий канал в два раза длительнее и затратнее маршрута, проходящего через порт а-ля. Мы сейчас находимся на месте, где будет предположительно находиться самый крайний, девятый причал. Вот в том месте будет создаваться новый порт, всё это будет зачищаться. Здесь будет контейнерный хаб, то есть сюда, к этому причалу будут проходить корабли и выгружаться грузы, и всё это будет идти на контейнерный хаб. Самый главный плюс для Астраханской области – это, конечно, рабочие места, потому что для того, чтобы обслуживать все девять причалов, нужны люди, много людей. Ну и гарантом этого проекта выступает федеральное правительство. Средства на модернизацию начнут поступать уже со следующего года. Тогда же здесь и начнутся активные работы по строительству инфраструктуры и благоустройству территории. Модернизация в том числе и затронет ближайшие железнодорожные пути. Груз, зерно, электроник, продукты, питание будет проходить через станцию порт Аля, далее через Зинзели уходить на основную магистраль, где будет распределяться на огромную территорию. При выходе на проектную мощность контейнерных терминалов прогнозируется увеличение грузооборота порта на 8 миллионов тонн. Эти данные обсуждались на транспортной неделе в Москве. Предполагается, что портовая зона и особая экономическая зона «Лотос» будут объединены в Каспийский кластер. Необходимо ввести работу из сопредельных стран, в Туркмении, в Иране и в Индии, для того, чтобы совместными усилиями разработать основные параметры предложения по коридору, то есть как будет работать единая транспортная, как будет работать вопрос страхования кредитования грузопотока и так далее. При этом задачи областного правительства в части реализации проекта будут касаться и дно глубительных работ Волгокаспийского канала. Еще летом этого года они велись неудовлетворительно. Только к ноябрю текущего года работы вышли на проектные показатели. Помощник президента Левитин поддержал нашу инициативу на перспективу углубления канала до 4,5 метра. Для этого сейчас будем предпринимать определенные шаги. Уже известно, что для развития контейнерных перевозок создана Каспийская контейнерная линия, на которую поставлены два судно-судоходные компании. Их вместимость – 131 контейнер. Этот сервис уже начал работать на Каспии за ходом в порты Астрахань, Актау и Зензели. Артем Лепёх, Нуруслан Срывченко, Центр новостей.